Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. И я, Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 24 ноября. В этот день родились многие известные люди прошлого и настоящего, среди которых нидерландский философ Бенедикт Спиноза и российский полководец генералиссимус Александр Суворов, французский адмирал-завоеватель Гренады Жан де Стар и 12-й президент США генерал Закари Тейлор. Итальянский писатель Карло Каллоди и французский художник-импрессионист Анри де Тулуз Латрек. Нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин и российский революционер, лидер меньшевиков, издатель журнала «Социалистический вестник» Юлий Мартов. Американский психолог Дейл Карнеги и советский композитор Альфред Шнитке. Сегодня 24 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 1615 году французский король Людовик XIII женился на Ане Австрийской. А в 1638 Казацкая Рада утвердила устав запорожских казаков. В 1842 году в редакции «Райнише Цайтунг» впервые встретились Карл Маркс и Фридрих Энгельс. А в 1859 был опубликован труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». В 1903 году американец Клайд Колман запатентовал электрический автомобильный стартер. А в 1912 в Базиле был открыт Конгресс Второго Интернационала. В 1937 году в Советском Союзе писатель Николай Олейников был расстрелян как шпион и враг народа. В 1962 году был образован Совет Народного Хозяйства СССР. А в 1977 ЦК КПСС принял постановление о выделении бесплатных учебников ученикам средних школ. Сегодня 24 ноября. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 24 ноября 1730 года в Москве родился Александр Суворов, один из величайших полководцев. В детстве Суворов отличался слабым здоровьем. Его субтильная внешность и невысокий рост отнюдь не способствовали армейской карьере. Однако, увлекшись в раннем детстве чтением военных книг, он воспылал любовью к баталиям и принялся усердно закалять свой организм. Боевую деятельность Суворов начал в Семилетнюю войну 1756-63 годов. Участвовал в сражении под Кунесдорфом во взятии Берлина. Нанес ряд поражений прусской армии в Польше. Русско-турецкую войну 1787-1991 годов Суворов начал в чине генерал Аншефа. Одержал ряд блестящих побед под Кинбурном, Очаковом, Уфакшан, Прерымнике. Штурмом взял крепость Измаил. Итальянские и швейцарские походы стали вершиной его полководческой славы. Победы русской армии на реках Адде и Требии, поражение французов при Нове позволили освободить всю Северную Италию от противника. Во время швейцарского похода суворовская армия, брошенная союзниками на произвол судьбы, оказалась в сложнейших условиях, но выстояла. Суворов и его чудо-богатыри показали чудеса при взятии перевала Сен-Готарт и Чертова моста. Войска Суворова с честью вышли из окружения. Русский штык прорвался сквозь Альпы. За швейцарскую кампанию Суворов получил чин генералиссимуса, а вслед за тем последовала опала, продолжавшаяся до самой смерти полководца в 1800 году. Суворов был высокообразованным человеком, владел несколькими языками, занимался литературным творчеством, философией и историей. В рассвете своей славы Суворов шокировал заграничных генералов своим внешним видом. Они ожидали увидеть здоровенного детину с огромными усами. Так генерал Сварроу был изображен на одной английской карикатуре. А их взору явился маленький худенький старичок, выносливости которого мог позавидовать любой молодой человек. У Суворова была трудная жизнь воина. Он бывал много раз ранен, терпел лишения и обиды, отличался необыкновенным трудолюбием, невзгоды переносил мужественно. Его прямой характер не позволял мириться с несправедливостью. Суворов прославился не только как полководец, не знавший поражений. Он был создателем военной доктрины, новой стратегии и тактики войн. Свои взгляды он развил в трудах полковое учреждение и наука побеждать, записках и инструкциях. Военный успех по Суворову обеспечивался сочетанием трех решающих факторов – глазомера, быстроты и натиска. Он воспитывал войска в духе наступательной тактики. Большое внимание уделял обучению солдат профессиональным навыкам и постоянно заботился о моральном духе войск. Суворов, по словам Дениса Давыдова, положил руку на сердце солдата и изучил его биение. Недаром солдаты платили ему любовью, называя его солдат-фельдмаршал. Всю свою жизнь Суворов отдал служению России. Он говорил «Горжусь, что я русский. Потомство мое, прошу брать мой пример. Да и с дыхания быть верным Отечеству». Сегодня 24 ноября. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 24 ноября 1842 года в редакции «Рейнской газеты» впервые встретились два будущих классика – Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Их вторая встреча произошла уже в конце августа 1844 года. Возвращаясь в Германию, Энгельс задержался в Париже, где в течение 10 дней жил в семье Маркса. Именно эта новая встреча послужила началом их дружбы и тесного сотрудничества. Маркс был человеком чрезвычайно обаятельным и привлекал к себе многих. Поэтому неудивительно, что Фридрих Энгельс полностью попал под его обаяние. В начале 1847 года Маркс и Энгельс вступили в партию, называвшуюся «Союз справедливых». По предложению Маркса и Энгельса, союз был переименован в «Союз коммунистов», а его прежний девиз «Все люди – братья» был заменен суровым призывом «Пролетарии всех стран – соединяйтесь». Вскоре после этого вышел их совместный труд – манифест коммунистической партии. В 1848-49 годах Маркс и Энгельс издавали в Кельне новую рейнскую газету. А в ноябре 1850-го Энгельс переехал в Манчестер, где работал в торговой конторе и постоянно оказывал финансовую помощь любимому другу Марксу. По словам одного из биографов Энгельса, другого примера подобной дружбы не знает история. По всем законам, божьим и людским, Маркс наверняка был бы побежден жизненными обстоятельствами и изгинул в безвестности, если бы не обрел в лице Энгельса друга, самоотверженной преданности которого могли бы позавидовать герои всех греческих трагедий. Как говорила одна из родственниц Маркса, Фридрих Энгельс по характеру был как женщина – мягкий, влюбчивый, нежный и даже внешне красивый блондин. Я думаю, что он испытывал к Марксу чувства, подобные тем, какие испытывает женщина к мужчине, и давал деньги, чтобы оставаться рядом, быть нужным. Они были абсолютными противоположностями. Высокий, стройный, светловолосый Энгельс с манерами джентльмена, всегда тщательно одетый и дисциплинированный, и его кумир Маркс – приземистый, коренастый, с львиной гривой и неуемным темпераментом. Энгельс писал всегда легко и ясно, течение его речи было чисто и прозрачно. Маркса же мало интересовали вопросы стиля, он был прямолинеен и тяжеловесен. Карла Маркса поражала эрудиция Энгельса. Он – настоящая энциклопедия, писал Маркс о своем друге. Способен работать во всякий час дня и ночи, после еды или натощак. Работает быстро и сообразителен, как черт. Непрактичность Маркса и нежелание вникать в подробности собственного бюджета порой удивляли и раздражали Фридриха. Но на регулярности денежных переводов другу это никак не сказывалось. Только дважды за всю свою жизнь Карл Маркс попытался самостоятельно заработать себе на жизнь. В первый раз он стал компаньоном фирмы, намеревавшейся доставлять в США химическое сырье. Но фирма лопнула, не развив оборота. Спустя 10 лет он попробовал поступить клерком на железную дорогу, но ему отказали из-за плохого почерка. Преданность Энгельса товарищу была безграничной. В 1869 году Энгельс установил Марксу ежегодную пожизненную ренту в 7 тысяч марок и не однажды увеличивал ее разовыми выплатами. Неизвестно, что сталось бы с делом борьбы за освобождение рабочего класса, если бы не бескорыстная помощь Фридриха Энгельса. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok